Ситуация в облгазах остается критической. Отсутствие решается своих сотрудников. Отопительный сезон на грани срыва. Сегодня вопрос этот обсуждали в Верховной Раде. Как собираются решать проблему с недофинансированием газооспределительных предприятий? Об этом в нашем материале. Запахло газом? Набирай 104. Эти простые действия знает любой школьник. Но вскоре в аварийных службах может попросту не хватать людей, чтобы выехать на вызов. На сегодняшний день у нас по Запорожью, приведу пример, 220 вакансий. Если люди даже придут на эти вакансии, для того, чтобы воспитать из него профессионала, хотя бы какого-то маломальского, необходимо минимум два года. По аварийной службе на сегодняшний день у нас не хватает 14 человек. Нехватка кадров в компаниях газооспределительных сетей сегодня составляет практически 25%. Только с начала года предприятия покинули более 5 тысяч человек. Основная причина – низкая зарплата. Сегодня в среднем работник получает 6,5 тысяч гривен, в то время как показателей по промышленности уже больше 9. Была разработана новая методика рассчитывания нашего тарифа. В связи с этим, там закладена наша зарплата на уровне промышленности. Если бы она вступила в силу, сегодня мы могли бы работать с более высокими зарплатами. И поэтому наши работники не покидали бы наши предприятия. Но новая методика не вступает в силу по банальной причине. Ее до сих пор не опубликовала газета «Урядовый курьер». И причина здесь явно не в нехватке материальных ресурсов издания, уверены газовщики. По политическим мотивам, скорее всего. Ну, то есть повышение цены на газ на сегодня, скажем так, непопулярное решение. Поэтому, ну, собственно говоря, и не пересматриваются наши тарифы. Пойти на то, чтобы сделать перекидку с одного тарифа на другой, допустим, газораспределительным предприятиям, повысить тариф немножко, а кому-то уменьшить. Ну, на это тоже никто не идет. Если тариф пересчитают, это позволит не только сохранить рабочие места, но и создать тысячи новых, особенно в небольших городах. Но если проблему и дальше игнорировать, то это приведет к масштабным последствиям, говорят депутаты. Скоро, в правдой, нет кому физически будет, даже в аварийных ситуациях, их ремонтировать, оперативный ремонт сделать. И просто величезно, там, целыми кварталами, местами, украинские граждане могут залишаться без тепла, скоро зима. Поэтому нужно решить это вопрос, но когда влада даже не может разобраться с собой, каким образом раздрукувать постанову уряда, чтобы НКРКП затвердить новые тарифы, то, знаете, это много про что говорит. Семи гривен за кубометр голубого топлива, поставщики, трансгаз, облгазы и отчисления в бюджет – это примерно две гривны. Все остальное – монопольный доход нафтогаза. Это же точно створена проблема, потому что сегодня у монополистов есть нафтогаз, который на себе сконцентровал все, весь доход и пограбунок населенца за рахунок космической цены за газ, который остается в их руках. Сейчас, получается, что у нас створится прокладка, как нафтогаз, такой монополист, который на себе все замыкает и те надприбутки получает, а уничтожаются структуры нераспредельщие, которые занимаются подсадкой газа. Я думаю, что сейчас нужно взять такую вопрос под ликвидацию такой структуры, как нафтогаз, потому что это прокладка, которая не нужна, которая только шкодит экономике нашей страны. В Верховной Раде уверена, нафтогазу невыгодно делиться с распределителями своим доходом, даже наоборот. Нафтогаз Украины сегодня банкротит специально газ-выдобывание, и таким образом хотят за бесценок выкупить это предприятие, как это делалось, в принципе, за эти все 20 лет. Сегодня не распределяется, пока не распределяется прибыль именно на работников и на сотрудников, и не развивается газ-выдобывание только по одной причине, потому что непосредственно голова нафтогазу Кобалев решил обанкротить газ-добычу и забрать у народа, забрать предприятие в олигархические руки. Мы не позволим им этого сегодня сделать. Я подал соответствующий проект постановы в Верховную Раду, для того, чтобы запретить непосредственно руйнацию этого предприятия. А пока властимущие решают, публиковать ли новую методику, газовщики всеми силами пытаются предотвратить остановку всей системы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Но если в ближайшее время тариф все же не пересчитают, обещают массовые протесты, а это значит, что зима будет очень холодной. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер.